Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжим нашу работу и сегодня рассмотрим вопросы, связанные с реализацией гособоронзаказа. При этом прошу отдельно доложить о результатах выполнения поручений, данных по итогам предыдущих наших совещаний в мае и ноябре прошлого года. Рассмотрим также развитие военно-морского флота, обсудим его современные состояния, ближайшие и перспективные задачи в этой области. Высокая боеготовность и эффективность военно-морских сил – это и важнейший фактор военной, экономической безопасности страны, поддержание стратегического паритета и в целом значимый инструмент обеспечения наших национальных интересов. А также, конечно, как обычно, как всегда, это демонстрация нашего флага в ключевых районах Мирового океана. За последние годы объём задач, решаемых в МФ, заметно вырос. Расширилась география его присутствия. Прежде всего, речь идёт о Средиземном море, Северной Атлантике и морском пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. Особо отмечу чёткие, слаженные действия экипажей наших кораблей и подводных лодок в ходе военной операции в Сирии. Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьёзный ущерб. Были уничтожены важные объекты и их инфраструктура. Выполнение этих и других сложных и ответственных задач стало возможным во многом благодаря поддержанию высокой боевой и технической готовности в МФ. Наращивание боевого потенциала флота, практика дальних морских походов, учений, тренировок должны быть, безусловно, продолжены. В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок. При этом, в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии, в Средиземном море, наши корабли с кирлатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту. Необходимо укреплять морскую составляющую стратегических ядерных сил. Это повысит роль флота в обеспечении ядерного сдерживания. Важной задачей остаётся и развитие многоцелевых корабельных группировок, которые должны надёжно парировать военные угрозы с морских направлений. При этом особое внимание прошу обратить на координацию действий таких группировок с военно-космическими силами, другими частями и соединениями вооружённых сил. И, конечно, будем продолжать оснащать военно-морской флот в рамках выполнения государственной программы вооружений новейшими системами оружия, связи, разведки и целеуказания. Как и прежде, требования к качеству, к срокам выполнения заданий гособоронзаказа должны оставаться самыми жёсткими. Здесь есть, конечно, и проблемные вопросы. Они относятся как к созданию новой техники, так и к ремонту надводных кораблей и подводных лодок. Послушаем, какие конкретные решения здесь предлагаются. Приступим к работе.